Вот также шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что наши ядерные триады остаются главной опорой национальной обороны, поддержания стратегической стабильности в мире, особенно в свете существенных ядерных возможностей России. Расширение ядерного потенциала КНР требует от США поддержания безопасных и эффективных ядерных возможностей. И заявил так, что ядерный арсенал России представляет сложности, в общем-то. Да, ну к чему готовит Россия название сегодняшнего эфира? Вот к этому тоже. Возможно, вот меня спрашивают, возможно ядерный удар США по России. Если бы власти США защищали народ США, у них был бы выбор абсолютно невелик, вообще невелик. Либо удар по Путину, либо ядерный удар по России. Нет другого варианта. Третьего не дано. Это исключ, как логический закон, исключенного третьего. Либо Путина мочить, либо мочить все, так сказать, элементы ядерной триады России, бывшего Советского Союза. Но они, я так понимаю, не служат народу США. Они служат кому-то другому. Поэтому я не знаю. Я говорю, если бы они служили народу США, ставя себя на их место, ну, конечно же. Первое, что какой бы приказ отдал уничтожить Путина, немедленно, любыми средствами, невзирая на расходы и так далее. Если это невозможно по какой-то причине, я сомневаюсь, что это невозможно. Но если это невозможно, значит, это точечный удар по тем дивизиям РВСН, по подводным лодкам, по аэродромам, по хранилищам, 52 хранилищам ядерного оружия. Хотя и без носителя этих хранилища ничего не значат. Они же руками их не будут забрасывать. Все, понимаете? То есть, это без вариантов. Но так как я уверен, что правительство Соединенных Штатов не служит народу США, я уверен, что этот вариант не рассматривается. Рассматривается, представьте, удар по России, это минус нефть, минус газ, это хер знает еще. Нет, как это можно? Это одних расходов. Это же невыгодно, помните, как в этом, не знаю-ка, на Луне. Это деньги нам или деньги мы? Нет, это мы деньги. Нет, это же невыгодно. И вот пишут американские, значит, СМИ. Путин, вероятно, введет военное положение в России, чтобы поддержать вторжение в Украину, заявил глава разведки США. Военное положение он ведет только при угрозе своей власти. Только тогда. В любом другом случае он его не введет. Я могу утверждать, что в ближайшую неделю этого не будет, могу поспорить на любую сумму с кем угодно. И я знаю, что Путин вводит режим чрезвычайных ситуаций, я вас предупреждал, что область за областью будет включаться. Вот режим по причине пожаров, по причине засухи, по причине водопадов, по любой причине будут включать режим чрезвычайной ситуации. А, еще террористическая угроза. Вот это будет сейчас везде. Так что Россию именно к этому готовят. Я не понимаю, почему американцы, тем более глава разведки, несет такую чушь. Почему они говорили 9 мая, что Путин объявит войну. Почему говорили, что объявит мобилизацию. Даже мне было очевидно, что ничего этого не будет. Я об этом говорил и просил, давайте поспорим, американцы. Вот почему бы мне не поспорить с главой американской разведки. Вот он это говорит. Ну, давай забьемся с тобой. Есть у меня какая-то смешная сумма денег. 500 долларов я могу на это поставить. Пусть он ответит. Нет, той же самой суммы. Россия и Беларусь переходят на оплату газа в российских рублях. Ну, не только Россия и Беларусь. Видите, западные страны. МИД Китайской Народной Республики заявил санкции США вместо решения проблем. Нанесли ущерб невинным людям. Вызвали гуманитарные катастрофы. Ухудшили текущий стайм мировой экономики. То есть, эти ребята запустили в коронавирус. Потом устраивают всякие локдауны. Устраивают. Полностью переключили на себя все поставки лектировозами. А потом все это заблокировали. Сейчас лектировозы там все стоят в этом Китае. Ну, лектировоз это корабль, который возит контейнеры. И никто ехать никуда не может. Не перегрузиться не может. Не разгрузиться. Не выгрузиться. Ничего нет. Не загрузиться, не выгрузиться. Не перегрузиться. Главное в лектировозах это перезагрузка. Перегрузка. То есть, они идут до определенного порта. Они не чалят по всему миру. Там их разгружают. И они пошли обратно туда. То есть, погрузили новый груз и они пошли. А эти контейнеры распределяют. Это сюда, это туда. Ну, как почтовое отправление. Если это в Сингапуре, то это идет, допустим, отсюда. Идет в Японию. Это идет в Австралию. И так далее. То есть, вот Сингапур порт, где все это распределяют. И в Китае таких несколько портов. И вообще, все такие порты, где идет это распределение, как почтовых отправлений, они, в них деньги китайцев. Эти порты или полностью принадлежат китайцам, или в части свои, в большей части. Поэтому, конечно, они сейчас очень здорово за яйца всех держат китайцы. Все страны мира, особенно Латинской Америки и Африки, страдают от последствий конфликта на Украине и санкций в отношении России, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес. Рост цен на продукт питания ставит нас в очень сложную ситуацию. Спросите Альберто Фернандеса, а зачем он подписывал указ о том, чтобы сою-то никуда не вывозить с территории Аргентины? Аргентина большую часть сои мира производит. И вдруг ее никуда нельзя было весь март вывозить. А почему? Из сои все колбасы делают там, я не знаю, ну все, фактически, сметану, молоко, что хочешь делают из сои, да? Из пальмового масла. А оказывается, нельзя было вывозить. Почему? Если он так радеет за весь мир, который страдает от конфликта на Украине. Вот вопрос. Грузия хочет усложнить получение убежища иностранцами. Ну, понятно, что Грузия маленькая страна. Туда сейчас понаехала. И очень большие проблемы там в Грузии. Очень большие. И это убежище они не хотят давать украинцам. Вы понимаете? Потому что они понимают, что дадут убежище в расчете на то, что кто-то даст денег там Евросоюз. А Евросоюз ничего уже не даст. Тут уже к голоду готовится. Все. Новую инициативу, соглас которой, уклонение от выполнения антироссийских санкций ВС будет считаться преступным, намеренно выдвинуть Еврокомиссию. Ну, посмотрим. Когда говорят, мы намерены, я всегда говорю, давайте подождем, пока они это сделают. Потому что намерениями благими, дорога в ад вымощена. На одно дело намерение, когда говорят, мы сделаем вот так, вот так всем будет хорошо. Блин, давайте делайте. Сделали. Такой засадили, что всем так хорошо. Все охреневают. Так и здесь. Мы сейчас сделаем им плохо. Всем этим там. Абрамовичем, Тимченко, Ротенбергом, Ботаниным, Дерипаском там и так далее. А потом выяснится, что плохо опять же нам, да, как сейчас происходит. У всех этих чертей синие дипломатические паспорта, и они ездят где хотят. У всех этих чертей, у них виды нажительства и паспорта граждан других государств. А люди из России получают отказы в визах. Просто обычные люди, более того, борцы с Путиным, получают отказ в визе на Запад. Вы понимаете, да, чем это грозит этим людям. А эти ребята нормально, куда хочешь ездят. Представляете, я своих соратников вытаскивал совершенно невообразимыми путями. Спасая из России, совершенно невообразимыми за какие-то немыслимые деньги, за какие-то там, ну, мы с вами собирали неоднократно, за какие-то вообще, какими-то путями окольными и так далее. А почему-то у других, так называемых, оппозиционеров никаких проблем нет. Сел и полетел, у них и визы, и паспорта, и что хочешь вообще. Чуть ли не дипломатические паспорта. И, как ни странно, у путинских хлебососов, которые грабили Россию, у них тоже все в порядке. Только у нас ничего не в порядке, а у них все классно. Так что возникает сразу вопрос, кто на кого работает, да. В Болгарии договорилось, о поставках газа США по цене ниже Газпрома. Так это, в общем-то, и не удивляет. Я, честно говоря, удивлялся, когда они все вокруг российского газа прыгали. Газ можно купить в очень многих местах, да. Если позволят. Вот главное. Если позволят. В Великобритании, Швеции подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности. Но это уже кое-что. Швецию и Финляндию пригласили на неофициальную встречу НАТО в Берлине. Ну, я думаю, что в ближайшее время надо ждать референдума. А вот когда они его назначат, тогда мы с вами сделаем ставки. Пока он не назначен, я не буду говорить свое мнение. Да, когда назначат референдум, если вообще это будет путем референдума решаться вообще, должно решаться путем референдума в Финляндии и в Швеции. И вот тогда мы сделаем ставки. Пойдут они в НАТО, проголосует большинство или не проголосует. И это будет интересно. Смогу я выиграть снова или нет? США поставляли оружие Киеву за долг до садпец операции, подтвердил Пентагон. Такой никто и не спорит. Конечно, задолго до спецоперации поставляли. И что это что-то меняет? Украина – суверенное государство. Или они хотят сказать, что Украина готовилась к войне и за 6 часов, да, я вам покажу, откуда готовилось нападение на Беларусь. Вся эта чуртная. Украина никогда бы не напала на Россию, если бы Путин не напал на Украину. То есть, он сделал то, что, кстати, некоторые силы от него и ожидали. То есть, он совершил чудовищную ошибку. Мало того, что он совершил чудовищное преступление, он совершил чудовищную ошибку. Он сам свой суд, блядь, и свое дерево спилил, блядь, этот мудак. Байден ответил на вопрос журналист, который тот не задавал. Ну, нормально, а что такое? Вот Байдену троллят, да? Ну, он, может быть, телепат Байден. Вот вы говорите охота. Мы говорим. Ну, хорошо, думаете. Да, так и Байден, в общем-то. Если барон Милхаузет мог так делать, почему Байден так не может? Я всегда так делаю, например. Например, внутренний долг Японии впервые превысил сумму в тысячу триллионов йен. Да, ну, а не один к тысяче, поэтому, значит, триллион долларов, да? Ну, нормально. Внутренний долг триллион долларов для Японии с такой экономикой. Китай продолжит вороться с пандемией, введением жестких локдаунов. То есть, Китай пытается не только сам себя там поставить раком, но и весь мир благодаря этому. Вы же понимаете, ну, что добивается Цзиньпин полной покорности, полного рабства, да? Информационный мир, поэтому нужна кибертирания. Инструменты кибертирании полностью не созданы, пока еще не созданы. Есть часть только этих инструментов, а уже есть громадное желание всех загнать под лавку. Поэтому пользуются вот этим методом, да? Когда будут полностью инструменты кибертирании созданы, тогда уже никуда не дернешься. А сейчас пока они еще не до конца созданы. И Китай вот в фереди планеты всей. Но кибертирания там уже есть по факту, да? Может быть, она не теми инструментами осуществляется. Я имею в виду, не тем объемом, да? Но все равно путь, они на верном пути, верной дорогой идете, товарищи, да? Моля, это жуть, конечно. Дожили мы, да, вообще лица полнейшего. Китай обвинил США в милитаризации Океании. В Ереване протестующие начали штурм мэрии. Ну, посмотрим, события интересные. Там развиваются, кричат они, Никол, предатель. Нет, он просто оказался не тем, за кого себя выдавал. Он оказался гораздо слабее. То есть, слаб человек. Внутренне, короче, он сломался. Этот Никол Пашинян. Абсолютно это верно. Вначале он хорошо держался. Но когда зашел, да, на престол зашел. И нужно в качестве премьера было разбираться. И с Азербайджаном, и с Эрдоганом, и с Путиным. Не хватило ни ума, ни энергии, ни внутреннего стержня. То есть, все сдулся, товарищ. Поэтому, конечно, Никол Пашинян там сейчас вредный элемент, который льет воду фактически на мельницу Алиева и Эрдогана. Я говорю, если армяне ничего не изменят, то Эрдогана они получат в Ереване. Я вам это говорил и повторяю еще раз. И очень скоро получат Эрдогана в Ереване. Если ничего не будут делать. А они ничего не делают. Они только ухудшают ситуацию после Карабаха. А это безумие. Вячеслав, а что в Монголии? А что в Монголии? В Монголии маленькая по численности страна. Три миллиона человек с огромной территорией. А рядом огромная по численности страна. Я не скажу, что с маленькой территорией. Но с недостаточной, всегда недостаточной территорией. Это Китай. Поэтому судьба Монголии предрешена. Если бы была Россия сильная, Монголия могла бы опереться на сильную Россию. Монголия не может стать сама по себе сильной. Там три миллиона человек всего. Поэтому какая там сила? Какая может быть и армия? Монголия должна на кого-то опираться. Она находится внутри. Между Китаем и Россией. Или те, или эти. Все. Россия сдулась. Ну, сейчас сам Бог велел с Китаем. Тем более, они азиаты. Для них это вполне понятно. У Китая есть внутренняя Монголия. Китай Монголию считает своей территорией. Конечно, он ее схавает. Но не так, как Россия. Понимаете? Потому что китайцы прекрасно понимают, что Монголия и Крым наш. Они это прекрасно понимают. Поэтому для них другие цели. Главное. Нет Пашиняна, нет Еревана. Хорошо. В Узбекистане провели рейд по выявлению бородатых мужчин. Я знаю, что там такое происходит. Я так понимаю, что с такой бородой, как я, пиздить не буду. Да, я вроде как аккуратко пострижу на таких лохматых, которых они воспринимают, как исламских экстремистов. Они там долбят. Я говорю, мне товарищ расскажет, как он бухал на втором этаже со своим другом узбеком и позвонили в дверь. Там такие бородатые дамы какие-то с Кораном. Что-то они там начали говорить. И он сразу под датой начал их всех лупить. И до первого этажа их туда добило. А товарищ мой Гера был в шоке и говорит, слышь, а ты что, ты зачем это делаешь? Он в ужасе был. Он говорит, да, вот сейчас, если им дать возможность, тут будет, в общем-то, этот... И тогда, если никаких ИГИЛ не было, он говорит, здесь будет сразу исламское государство. Все. Если дать такую возможность. Поэтому они там пользуются методом, который в свое время Ататюрк ввел. Ну, Джон ввел метод за паранжу, фески эти и прочие дела, палками лупить сразу. То есть, видит на улице, вначале, то есть, был первый этап, предупреждали. Говорит, ты это сними, ты это лучше сними. А потом уже лупили палками. И последний раз, я помню, в парламенте отлупили даму палками. Но это уже была новая волна в, если не изменять мне память, только в 2009-й, только в 2000-й год, когда первая женщина, которая, так сказать, поддерживает радикальный ислам, пришла в турецкий парламент и пришла в паранже, в хиджабе. И там сразу наваляли, прям сходу наваляли. Ну, а потом к власти пришел Эрдоган, и все, это закончилось. Королева Испании вручила награду профессору гражданского права университета Севильи Вивас. Да, королева и сеньора Вивас оказались одетыми в одинаковую одежду. Вот так это выглядит. Вот видите, королева вручает диплом, а у них платье из магазина «Манго» обеих за 50 евро. И никаких понтов. Да, у нас какая-нибудь профессор гражданского права погнушалась за 50 евро платье носить в России. Да, уж какая-нибудь, там, блядь, Абрамовича, да, от этого и чего. А здесь королева нормально носит такое платье за 50 евро. Почему? Ну, потому что эти понты не нужны, потому что эти люди уже не в первом поколении богаты, знатны и так далее. А эти только дорвались после падения Советского Союза. Блядь, с голой жопой были, дорвались и начали хапать ртом из жопы, блядь, как будто никогда не ели, как будто никогда платьев не носили, да. Путин, блядь, ничтожество, да, сын одноглазой уборщицы и вечно пьяного вахтера, блядь, пьет вино за 6 тысяч евро, бургундское. Да охереть, блядь. Ты сам, сука, столько не стоишь, сколько это вино.